Память о героях войны будет жить вечно. По сей день ведутся поиски пропавших на полях сражений солдат. В Степногорске организован поисковый отряд «Поколение», который участвует в поисковом движении. В средней школе номер один прошла выставка найденных предметов, на которую были приглашены ученики из школ Акальского района. В ходе данного мероприятия участники рассказали о вахте памяти и работе отряда в целом. Вахта памяти длилась с 20 апреля по 2 мая на месте боев 8-й гвардейской панфиловской дивизии в Новогородской области Холумского района. Лагерь находился в урочище Тараканово в 10 километрах от военных действий 1077-го гвардейского полка 8-й дивизии. В этом году количество участников поискового отряда составило 10 человек. Из них 5 студентов колледжа и города и двое учащихся школ – средней школы номер 2 и средней школы поселка Аксу. Ровно две недели идет вахта памяти. За две недели исследуется определенный район, поднимается определенное количество бойцов. Проходит торжественное перезахоронение в поселке Первомайском. Двое земляков мы уже вернули домой, забрали в войны, вернули родственников. Это вообще не передать словами, что ты чувствуешь, когда находишь родственников. Я не знаю, где-то, наверное, стоит жить. 2 мая были найдены останки нашего земляка Демченко Кирилла Семеновича, 1913 года рождения, без вести пропавшего в 1944 году. При нем была обнаружена именная бритва. Сейчас ведутся переговоры с племянником Петром Демченко. Один из участников поискового отряда поколений рассказал о своих впечатлениях о прохождении вахты. Самое сложное – это привыкать к такой обстановке, жить в лесу 10 дней, питаться едой, изготовленной на костре. В последние дни у нас закончилась вода, нам пришлось брать в лес с собой воду, набирая в гречки. Не передать словами, там надо быть самым, чтобы понять эти впечатления, чтобы понять, как это. Ходить почти весь день по этим лесам, по болотам копать. Напомню, что поисковый отряд поколения был создан в 2016 году на базе военного спортивного клуба «Десантное братство». Командир поискового отряда Владимир Советов выражает слова благодарности Акимату и предприятиям, а также жителям города, участвующим в создании отряда и оказывающим ежегодную помощь в прохождении вахты памяти. Отметим, что вахта памяти проходит два раза в год, весной и осенью, в планах отряда поехать на весеннюю вахту следующего года.